Добрый день! Мы начинаем серию репортажей, посвященных влиянию реформации на общество. Для начала давайте определимся с терминами. Что такое реформация? Что мы вкладываем в это понятие? Во-первых, реформация это религиозное общественно-политическое движение, направленное на реформирование католического христианства в соответствии с Библией. Как правило, именно такое определение вы найдете, исследуя просторы интернета, и я с ним полностью соглашусь. Итак, вот это движение неизбежно должно было привести к определенным изменениям общества, изменениям в тех странах и регионах, которые приняли реформацию. Макс Вебер в своей замечательной работе «Протестантская этика и дух капитализма» писал о том, что переосмысление труда в протестантской среде сделало людей более рационально мыслящими в попытках достичь благосостояния. Согласно протестантским убеждениям, верующий человек выражает свою преданность Богу именно в том, что он исполняет свое светское призвание. Усердием в исполнении своей работы, своего светского призвания человек показывает или выражает то, что он делает свой труд перед лицом Божьим. И не важно, чем ты занимаешься, главное, чтобы ты делал это хорошо, как для Господа. Именно вот эта мораль, именно вот это отношение к труду фактически изменило целые сферы общественной жизни тех стран, которые приняли реформацию. Трудолюбие немецких, голландских, скандинавских протестантов, в общем-то, стало общепризнанной нормой. Поэтому люди, которые исповедовали протестантскую этику в отношении своего труда, естественно, были приятными жителями для других стран. И вот рассчитывая на помощь от стороны протестантов, императрица Екатерина II в конце XVIII века издает указ, которым приглашает протестантов из Германии, из Голландии, из ряда других стран заселить территории практически пустынной юга Украины, которые совсем недавно были освобождены от власти Крымского ханства. Именно такая политика Екатерины II, она была вызвана примером короля Фридриха Вильгельма, прусского короля, который задолго до этого, в общем-то, проводил похожую политику. Он старался привлекать в свою страну колонистов со всех протестантских стран. В первую очередь это были голландцы и французы. Голландцы создали в Бранденбурге обширную систему мелиорации, благодаря которой были осушены болота, ввели лучшее скотоводство и огородничество. Французы, в свою очередь, естественно, основывали шелковые шерстяные предприятия, они вносили нововведения. И ключевым, наверное, в прорыве, можно сказать, Бранденбурга, Пруссии, вот этого государства, то есть тогда оно называлось Бранденбург, еще в дальнейшем будет называться более известным нам словом Пруссия, был Потсдамский указ 29 октября 1684 года. Этот указ предоставлял привилегии и льготы для колонистов-протестантов, освобождал на 10 лет их от налогов и обеспечивал бесплатный прием цеха. Был создан также особый фонд спомоществования переселенцам, которые в этом нуждались. И вот, можно сказать, такой экономический прорыв, такое Бранденбургское чудо на территории будущей Пруссии, во многом было следствием такой благожелательной политики Фридриха Вильгельма в отношении переселенцев. Опять же, в первую очередь, он, конечно, хотел видеть на своих землях близких по вероисповеданию протестантов, хотя при этом широта его конфессиональных взглядов включала и лютеран, и кальвинистов. Вот этот пример, скорее всего, и побудил Екатерину II, императрицу Российской империи, которая сама была немкой, повторить подобное чудо, и предоставить земли Юга Украины для заселения протестантов. Ну, в первую очередь, протестантов, хотя немцы-католики тоже могли, и некоторые из них откликнулись на этот призыв, и тоже получили возможность поселиться на землях Юга Украины, и, я думаю, тоже оставили свой след. Ну, мы сегодня говорим про реформацию, про влияние именно ее, ее идей на общество, и для того, чтобы отметить это влияние, я бы разделил сам этот вопрос или само влияние на две части. Конечно же, реформация влияла через идеи, которые были связаны с самим движением. Но помимо идей, реформация влияла через людей, которые были носителями этих идей, которые были представителями этих идей, и плодом позитивного влияния этих идей. Поэтому, говоря о том, что реформация повлияла на что-то, я имею в виду не только идеи, но и людей, которые были протестантами, которые были яркими представителями именно этого среза общества, и своей жизнью, своей деятельностью, своей позицией они способствовали каким-то политическим изменениям. И в нашем формате небольшой кусок, или кусочек, скажем так, территории, Бердянский уезд. Вот коротко хотел бы рассмотреть. Это территория, которую я сам исследовал. Я живу недалеко от этого района. И, собирая материал для своей книги, я обратил внимание, что Бердянский, в Бердянском уезде, Менонитам, Лютеранам, Кальвинистам предоставили определенные льготы, территории для расселения. Даже в самом городе Бердянске была отведена для поселения восточная часть города, немецкая колония, так называемая. И уже даже православные историки, исследователи отмечали, что каждая усадьба и прилегающая к ней территория содержались в отличном порядке. Были выкопаны глубокие дренажные каналы. Это позволяло избежать и подтоплений, и каких-то негативных моментов. Менониты содержали лошадей, свиней, рогатый скот, занимались садоводством, виноградовством, выращивали овощи. И сами менонитские колонии Бердянского уезда были богатейшими, благоустроенными. Жители их отличались трудолюбием, высокой нравственностью, и самодеятельность их была разнообразна. То есть это сведения из, скажем, православных источников, из государственных источников, источников Российской империи, которые сохранились и дошли до нас. То есть вот эта общая картина позволяла говорить уже о позитивных изменениях, о определенном влиянии, которые переселенцы, их где-то было порядка 10% от общего количества населения, оказывали именно на этот регион. Я отметил бы, что протестанты оказали позитивное влияние, или решающее, можно сказать, влияние на развитие промышленности края. Например, в 1876 году в Бердянске были открыты машиностроительные мастерские английской фирмы Clayton, на базе которых в 1883 году англичанин Джон Гривс, представитель англиканской церкви, если уже связывать с протестантизмом, основал завод земледельческих машин, скоро ставшим одним из крупнейших в Европе. Джон Гривс, торговая марка этого предприятия, и изделия этой фирмы были востребованы не только в России, но и в других странах мира. В 1884 году рядом с заводом Гривса был основан немцем Матиасом, еще один завод, одно предприятие по производству сельскохозяйственных машин. А в 1883 году, за год до этого, немецкий колонист Шрейдер построил мастерские, на базе которых был создан машиностроительный завод. То есть, если взять современный Бердянск, то во многом промышленность этого города развивалась благодаря тем немцам и англичанину Джону Гривсу, которые заложили основы промышленности в этом уезде, в этом регионе. То есть, мы на лицо видим положительное влияние через протестантов на отдельно взятый уезд, на отдельно взятый регион. К сожалению, комфортное положение колонистов было относительно недолгим. Первый тревожный звоночек для Менонитов в особенности прозвучал во время Крымской войны. Крымская война, казалось бы, не должна была затронуть Бердянск, но тем не менее, во время Крымской войны англо-французская эскадра подошла к Бердянску, обстреливала город и готовилась к высадке десанта. И вот практически все жители города с оружием в руках, составив ополчение, встали на защиту города. И, скажем, единственными, кто отказался это сделать, были Менониты в силу своего религиозного убеждения. Менониты ни при каких обстоятельствах не берут в руки оружие. Они просто удалились из города, оставив свои имущества, дома. И, конечно, тем самым дали повод для негативного мнения о себе. И некоторые Менониты уже после Крымской войны начинают покидать территорию Бердянского уезда. Для основной же массы протестантам решающие стали события Первой мировой и гражданских войн, когда они массово начинают покидать эту территорию в силу определенных репрессий, которые по отношению к ним, в первую очередь, как к германоговорящим, как ориентированным на Германию с точки зрения окружающего населения обвиняли или представляли, скажем так, негативную оценку. Именно поэтому после Первой мировой, после гражданских войн территория края значительно изменяется в конфессиональном плане и в этническом. Последние немцы, можно сказать, были массово выселены уже во время Второй мировой войны с этих территорий. Но, тем не менее, смотрите, 10% населения Бердянского уезда, примерно 30 тысяч из 300 тысяч населения, составляли протестанты. Это такая здоровая десятина, которая, по мнению историков, повлияла положительно на моральную, ну, естественно, экономическую атмосферу. Был отмечен низкий уровень преступности. В определенные годы, целые годы в ряде, не уездов, а в ряде округов Бердянского уезда, не было зафиксировано ни одного преступления. Это то, что, опять же, языком цифр можно выразить или показать, как позитивное влияние протестантов на сам регион, на сам край. Хотя, я отмечу, они составляли примерно десятину населения, то есть, не подавляющее большинство и даже не большинство. То есть, этой, может быть, небольшой части, относительно небольшого процента, было достаточно для того, чтобы оказать свое положительное влияние. И на данный момент, фактически, положительное влияние протестантов все еще можно увидеть. Например, в планировании улиц Бердянска. Целая часть Бердянска отличается расположением кварталов в немецком стиле для максимального удобства. Это действующее до сих пор предприятие Джона Гривса, которому 140 лет, и которое по-прежнему производит продукцию в виде сельскохозяйственных машин, успешно представляет себя на, скажем, украинском рынке и за пределами Украины. Тоже такое наглядное свидетельство того позитивного влияния, которое тогда, в 19 веке, ощущали в этом уезде, в Бердянском уезде, достаточно многие. Отмечали и, естественно, видя это влияние, оставили свои воспоминания. И подобные страницы влияния можно увидеть во многих сферах и регионах. Но об этом уже в следующих репортажах. Продолжение следует...